Сегодня-то с продолжением вчерашней истории скандально известного екатеринбургского борца сорт преступностью Николая Попова, обвиняемого в хулиганстве, превышении служебных полномочий и хищении документов, заочно арестованного, скрывавшегося от следствия, объявленного в розыск и вчера, наконец, явившегося в суд. Вчера в закрытом судебном заседании, а жалобы об изменении меры пресечения всегда рассматриваются в закрытых процессах, Верхоседский районный федеральный суд освободил обуповца Попова под залог в 20 тысяч рублей. О прессе и широкой общественности наконец-то стало известно, в чем его все-таки обвиняют. Правда, сразу же возникли некоторые разногласия. Адвокаты говорят, что Попов в апреле 99-го обстрелял автомобиль на улице Вайнера, потому что ему показалось, что эта машина хотела его задавить и расценил это как покушение. Он посчитал, что это нападение его из тех преступных организованных групп, которые он разобщал, занимался их разобщением. Он применил оружие. Затем они его окружили, пять человек, и к нему стали приближаться угрожающие. Он выточил пистолет, предупреждил и выстрелил. Выстрел где-то, как я понял, в землю и попал по касательной одному из них, значит, в уголе. Сам Попов вчера же, насколько известно, та уговорил, что это было обыкновенное задержание пьяных хулиганов. Неувязочка. То ли мы чего перепутали, то ли адвокаты. Последнее вполне возможно. Кстати, Николай Попов, играя в свои шпионские игры и впрятки, с адвокатами общался только заочно, посредством разных документов.